Дальше говорим о реальной ситуации в оккупированных России территориях Украины. Говорим сейчас и о ситуации в Херсонской области. С нами уже на связи Геннадий Лагута, глава Херсонской областной военно-гражданской администрации. Здравствуйте, Геннадий Николаевич. Добрый день. Сейчас давайте начнем с той ситуации, с той обстановки, которая у вас есть. Как оцениваете в Херсоне и в области? Давайте коснемся вчерашнего праздника, 9 мая. Это, я хочу сказать, два таких важных момента. Год назад, два года назад, три года назад, четыре года назад, до того, как нас пришли спасать, поверьте, людей было в разы, в десятки раз больше, может быть, в сотни раз больше, и люди были с счастливыми лицами, с улыбкой. Вчера на празднике 9 мая, который устроили оккупанты, я хочу сказать, что я, человек, который 26 лет проживаю в Херсоне, в Херсонской области, кроме двух коллаборационистов и предателей Сальдо и Стримаусова, всматриваясь в лица, особо никого и не узнал. Это, наверное, говорит о многом. Наверняка это были привезенные люди для создания картинки. Возможно, с временно оккупированного Крыма. Вот я так оцениваю праздник 9 мая, который прошел в Херсоне, в Новая Каховка, Каховка, Нижние Серогозы, Скадовск и в других оккупированных населенных пунктах. Тех разговоров в подготовке вот этих псевдовыборов, которые собираются организовать, листовок, раздачи, подготовки к этой Херсонской, якобы, Народной Республике создания. Если власти Украины и разведки западных стран утверждают, что Россия собирается провести в Херсонской области референдум о создании Херсонской Народной Республики, то власти России, с одной стороны, отрицают, с другой стороны, говорят о подготовке. Что вам известно, что сейчас происходит? Раздают ли листовки, например, людям? Листовки не раздают. Много раз вопрос референдума мы уже комментировали на разных эфирах. Разрешите, я немножко глубже скажу о проблеме. Вот представьте великий, прекрасный, могучий, красивый южный край. Азовское море, Черное море, Великая река Днепр, лес, бесконечные поля, засеянные зерновыми, миллион жителей, Великий аграрный край, огромная морская область с бесконечными традициями. Я лично знаю семью четыре поколения. Прадед, дед, отец, сын, морские гражданские офицеры. А сейчас катастрофа. Просто нарушены все цепочки. Аграрии, ребята уезжают, моряки, более 300 тысяч жителей покинуло Херсонскую область. Самое главное, нарушила цепочка семейных ценностей. Бабушки, дедушки остаются. Родители свыше 50-60 лет уже не знают, уезжают с детьми, не уезжают. Стоит ли это делать и увидят ли своих детей. Поэтому беда в каждом направлении. И возвращаясь к референдуму, как бы его ни назвать, референдум, присоединение к Автономной Республике Крым, к Российской Федерации, Херсонщине это не надо. Люди ждут освобождения и хотят жить, как раньше. Вот разрешите, я так немножко глубже, глубже ответил на ваш вопрос, что бы это ни было, это будет нелегитимно и трагедией для Херсонской области, которая стояла в начале пика своего развития. И поверьте, я знаю, о чем я говорю. Поэтому беда. В продолжение ваших слов, тоже вот по заявлениям, например, от секретаря Агентсовета Единой России, звучала фраза, когда он приезжал в Херсон, он говорил, что Россия здесь навсегда. И при этом он попросил не забегать вперед с вопросом о статусе области. Почеркну, что его в любом случае определят жители. А будет ли возможность у жителей определить? Жители уже давно определились, они за независимую Украину, за Украину, по сути. Они за независимую Украину, поэтому то, что я сказал выше, как бы это ни назвали, и, конечно, это будет фальсифицировано, как и на праздник 9 мая, какую-то картинку оккупанты способны, конечно же, создать. А потом, учитывая, что у них в руках уже данные социальных служб, данные с пенсионного фонда, данные с людей, которые проживают на определенной территории, и, конечно же, вписать реальных людей, поставить так называемые галочки, они смогут. Но подчеркну, возможно ли это? Возможно. Будет ли это законно, легитимно? Конечно, нет. И будет ли это отражать желание Херсонщины? Конечно, нет. Желание Херсонщины было сейчас заканчивать дороги к курортным городам и возить деток на море в мирной, свободной украинской области. Еще буквально один вопрос. Вы упомянули о 9 мая, да, и когда Путин вчера выступал на Красной площади, мы сегодня в эфире обсуждаем, что это, знаете, было не такое победное выступление, которого хотел и стремился к которому Путин, это было какое-то оправдание себя, то, что он не смог завоевать за Блицкригом за несколько часов, за несколько дней, по сути, вот уже 76 дней. И говорил Путин тогда на советском народе, он акцентировал, опять-таки, на объединении, на единении. Знаете, вопрос к вам, я не знаю, человеческий, не журналистский. Когда Херсон, Херсонская область будет снова в мирном составе, в мире, избавиться от всех оккупаций, и снова, вот так как вы рассказывали об этой области, как вы говорите о ней, снова будет вот та душа Херсонской области, которая раньше была. Когда это будет, как вы думаете? Ну, во-первых, глобально отвечу на этот вопрос. Это будет после освобождения Херсонской области. И этот пункт моего ответа, конечно же, пусть комментируют генеральный штаб и представители наших доблестных вооруженных сил. Это первое. А второе, знаете, когда? После освобождения мгновенно. Мгновенно она будет вот такой сразу улыбчивой, доброй, могучей, аграрной, морской, айтишной, потому что последние годы очень много специалистов, которые тоже, к сожалению, выехали. Представляете, вот что дала вся эта ситуация? А у аграриев проблема. Академию морскую переводят в Одессу. Специалисты IT уезжают. Поэтому мы ждем освобождения области, и которая очень быстро вольется в прежнюю мирную жизнь, все восстановит и будет как прежде. Спасибо вам большое за ваше включение сегодня. Нашим зрителям напомню. Спасибо вам. Спасибо вам. Все будет Украина. Верим в это. Геннадий Елагута, глава Херсонской областной военно-гражданской администрации, был с нами на связи. Что ж, еще один материал хотим вам показать по поводу 9 мая в оккупированных российскими войсками Херсонской части Донецкой областей, как все проходило. Российская пропаганда активно создавала картинку для своих телеканалов. Ничего нового, как обычно. Российская в кавычках журналистика работает дальше. В оккупированном Херсоне у Парка Славы собрали массовку с красными флагами, не многочисленную, а в Мариуполе российские оккупанты протянули через площадь воинов-освободителей 300-метровую георгиевскую ленточку. Подробности в нашем материале. Шествие бессмертного полка российские оккупанты провели в оккупированных Энергодаре и в Бердянске Запорожской области. В ранее курортном украинском городе колонна прошла по улицам, держа в руках 77-метровый российский флаг и советскую символику. А в Энергодаре и вовсе установили на улице плазму. На которой транслировали парад из Москвы. В Херсоне же в городском парке Славы собрали группу людей с красными флагами. Ранее сообщалось, что их для этого привезли специальные из оккупированного Крыма. Картинку праздника снимали российские телеканалы. Праздник на костях убитых мирных жителей устроили и в Мариуполе, не прекращая атаковать под обстрелами завода «Завсталь». Только эвакуационные колонны ООН выехали за пределы Донецкой области. Русские войска начали штурм позиций украинских защитников. И пытались подорвать мост, через который с предприятия эвакуировали мирных жителей. Не обращая внимания на канонады со стороны завода, русские оккупанты с утра 9 мая возложили цветы к единственному целому среди руин и новому памятнику пенсионерке с советским флагом в руках. Обещанный парад техники и телемост с Москвой организовать не удалось. А вместо этого пронесли по улицам города 300-метровое полотно в цветах георгиевской ленты. А затем зажгли и вечный огонь. Для создания массового стешествия в разрушенный Мариуполь привезли людей из ранее оккупированных Новоазовска и Донецка. А для роли ветеранов привлекли пенсионеров, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Тем временем украинские военные, защищающие Мариуполь, натиску не поддаются. Силы обороны Мариуполя продолжают защищать город-герой. Пограничники Донецкого пограничного отряда, пограничники морского отряда, побратимы в вооруженных силах Украины, национальные полиции, национальные гвардии продолжают выполнять свой долг. Да, мы находимся в очень тяжелых условиях, сверхчеловеческих, но вместе с тем продолжаем защищать свой край. Пока российские оккупанты проводили для картинки пропагандистских каналов праздничные шествия в занятых украинских городах, их местные жители продолжают погружаться в информационный вакуум и терпят беззаконие. Так, по информациям украинской разведки, в оккупированном Херсоне военный РФ ведут перепись освободившегося жилья. Делают это, чтобы расселить там своих военных и сотрудников спецслужб. А с захваченных населенных пунктов продолжают депортировать местных жителей, которые прошли фильтрацию. Более 1 миллиона 185 тысяч граждан, среди которых 200 тысяч детей сейчас в России. У нас есть доказательства, что принудительная депортация готовилась заранее. Есть подтверждающие факты, что Россия имела директивы для своих округов, сколько и куда. Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Радой Украины по правам человека на своей странице в Facebook. Людмила Денисова добавила, что на оккупированных территориях гуманитарная катастрофа. Украинцы не имеют доступа к лекарствам, голодают и остаются без доступа к питьевой воде. Юлия Аграновская специально для информационного марафона Freedom на телеканале UA. Тем временем в разрушенном Мариуполе оккупанты устроили празднование 9 мая. Вместо парада провели карнавал. Как вам такое? Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко. По его словам, для этого из оккупированных Новоазовска и Донецка завезли людей преимущественно россиян. Процитирую. Мариуполь парада нет, зато есть карнавал. 300 метров полосатой тряпки растащили на проспекте Нахимова и по дороге на площадь воинов-освободителей. Настоящий праздник чего там? Особенно на фоне канонады из Азов-Стали, написал Андрющенко в своем телеграмме. Оккупанты во главе с главарем боевиков ДНР, Денисом Пушилиным, пронесли по одной из улиц города полотно в цветах георгиевской ленточки. Традиционно буква З, пожалуйста, на экранах. И, как всегда, приучают, в принципе, тоже неоднократно видели мы много видео, когда деток наряжают в костюмы танков с буковкой З. Ну и, в принципе, видим, что сейчас проводится вот этот карнавал. И по фону видим здание абсолютно разрушено, практически разрушены окон там нет, по крайней мере. Какой может быть праздник, какое может быть, не знаю, карнавальное пиршество, видите. Разница, как всегда говорит каждый украинец, разница между подходом к 8 мая, 9 мая. Мы чествуем, мы вспоминаем те жертвы, тех героев, которые полегли за то, чтобы Украина была Украиной во время Второй мировой войны, а при этом устраивает Российская Федерация празднование, торжество, ну, видите, как сейчас карнавал еще. Также к информации по тому, что говорил депутат городского совета Мариуполь Александр Лашин. Он из своих источников узнал, что 11 мая российские оккупанты готовятся применить химическое оружие против украинских защитников на территории Азовстали. Депутату якобы сообщили эту информацию местные жители, и вот находящийся, один из местных жителей, находящийся в Мариуполе, якобы он получивший инструкцию не выходить из дома от коллаборантской администрации в городе. Давайте послушаем. 11 числа готовится большая химическая атака на Азовсталь. И в Мариуполе предупреждают местных жителей, чтобы с завтрашнего дня они не выходили на улицы, потому что наших ребят, наших героев хотят выкурить из Азовстали, у них ничего не получается, и они уже хотят применить вот такие вот геноцидные вещи, которые как химическое оружие очень мощное. И вот как обманывают сейчас украинцев, как россияне обманывают украинцев, например, в фильтрационных лагерях, организованных россиянами в Мариуполе, люди проходят ужасные унижения, и, к сожалению, не все выходят оттуда живыми. Кого не убивают, отправляют на территорию Ордло или же в отдаленные регионы России. Количество принудительно депортированных горожан уже превысило 40 тысяч человек. И об этом говорили в нашем эфире, неоднократно повторяли, и об этом заявлении было довольно-таки много. Спасибо. Спасибо.